Здарова, с вами Тоби Шой и уже потихоньку заканчивается персонаж для сравнения. И теперь только от вас зависит, что стоит сравнить в Доте и в Лиге. Так что пишите свои комментарии, плюс ко всему ваша активность ускорит выход видео. А мы уже начинаем пятую часть сравнения героев Доты 2 и чемпионов Лиги Легенд. Это серьезно уже пятая часть? Хуя себе. Первое сравнение, будь Ситлер и Варвик. И многие уже догадались, чем похожи чемпионы, а именно пассивным умением, которое их ускоряет, когда у врага мало здоровья. Ситлер. Герой упивается ранениями противников, излечиваясь при убийстве любого вражеского существа. Он также получает дополнительную скорость передвижения, когда здоровье вражеского героя становится меньше 75%. Чем ниже уровень здоровья, тем сильнее эффект. Если здоровье вражеского героя упадет ниже 25%, его станет видно в любой точке карты. Даже если данный герой не видим. Бонусы от разных противников складываются и позволяют превысить максимальную скорость передвижения. Варвик. Кровавая охота. Варвик чует врагов, у которых осталось меньше 50% здоровья. Его скорость передвижения и автоотайтли увеличиваются при движении к раненым целям. Если у них осталось меньше 20% здоровья, он впадает в бешенство. И эти эффекты усиливаются втрое. Следующие два сравнения будут по ультимейтам. И я уверен, многие знают о таком мифическом существе, как Медуза Гаргона. И об ее способности окаменения всего лишь одним взглядом. Так наши любимые игры не обошли этот миф стороной. Встречайте Кассиопея и Медуза. Героиня из доты снижает скорость передвижения и автоатак любого врага, который посмотрит на владельца способности. Если жертва будет смотреть на него больше двух секунд, то она превратится в камень и получит оглушение. Оглушенные окаменевшие существа получают больше физического урона. Змеиная дева Кассиопея выпускает из глаз магический поток энергии, оглушая и превращая в камень всех врагов перед собой, повернутые к ней лицом. А тех, кто стоял спиной, она всего лишь замедлит. И как по мне, ультимейты очень похожи. И я бы заявил, что и по внешности, но их объединяет только длинный хвост. Если вы чувствуете землетрясение, то знаете где-то рядом эти персонажи. Санкинг и Рамус. Песочный король после подготовки в 2 секунды неистово сотрясает землю вокруг себя. Землетрясение наносит урон противникам и замедляет их, а с каждым ударом радиус землетрясения увеличивается. Ширшек. Рамус сотрясает землю вокруг себя, нанося урон вражеским чемпионам. И замедляя их, башни получают двойной урон. И хоть способности визуально отличаются, механически они почти похожи. Мне в комментариях написали то, что можно сравнить драконов. И я подумал, как можно сравнить Соло и Пака. Они даже с лилами не похожи и визуально. Но чуть позже я подрастлинул мозгами и понял то, что очень похожи 2 чемпиона. Встречайте, Драгон Кнайт и Шиванна. Каждый дракон должен уметь дышать огнем. И здесь это не исключение. Кью, Драгон Кнайт, извлекает огненное дыхание на вражеских юнитов на линии впереди себя. Поджигая их и уменьшая урон от их автоатак. Шиванна выпускает огненный шар, который наносит урон всем врагам по пути и помечает их на 5 секунд. Каждая атака Шиванны против помеченного врага наносит ему дополнительный урон, равный доле его максимального здоровья. Как у ДК, так и у Шиванны есть сливы, которые нужно юзать в упор. Драгон Кнайт поражает своим щитом врага в радиусе ближнего боя, оглушая и нанося ему небольшой урон. Шиванна в свою очередь при следующей автоатаке наносит двойной урон. И у каждого себя уважающего дракона должна быть деф-способность. И у Драгон Кнайта это кровь, текущая в его жилах. Дракон получает увеличенную регенерацию здоровья и увеличивает свою броню. Девушка-дракон увеличивает свою броню и сопротивление магии за каждого убитого дракона и ее командой. Ультимативные способности позволяют героям превратиться в драконов. Причем каждый дракон грядит свои умения. ДК-дерой превращается в одного из трех могучих древних драконов. Отчего быстрее передвигается? Каждый дракон имеет свою стихию, отчего он и получает особые эффекты от Аттли. И когда рыцарь находится в форме дракона, он может применять свой стан на расстоянии 400 единиц. Приземление-дракона. Шивана превращается в дракона и пролетает в указанное место. По пути она наносит урон всем встречным врагам и отталкивает их в сторону полета. При этом ее огненный шар становится усиленный. Взрывается при столкновении с чемпионом, нанося увеличенный урон и на некоторое время поджигая землю. В лиге вышел новый чемпион и я уже сделал на него обзор. Так что бегом смотреть для тех, кто еще не видел. А кто видел, прекрасно знает, что длерой может вселяться при убийстве длероя. И эта механика мне прекрасно напомнила морфа. Давайте все же сравним для полной уверенности происходящего. Морф изменяет свою форму по образу и подобию выбранного противника, получая его основные способности с уменьшенным расходом маны. Во время действия формы длерой может изменять на основную и наоборот. Тем самым морф становится два длероя по цене одного. Пассивное умение Виего может временно вселяться во вражеского чемпиона, который поможет убить. При этом он восстанавливает здоровье в зависимости от максимального запаса здоровья врага. Пока цель находится под контролем Виего, он получает ее предметы, автоатаки и базовые умения. А также может бесплатно применять свое абсолютное умение. И по сути способности похожи, но есть некоторые отличия. А то бишь, морф может контролировать свои превращения, а Виего все-таки нужно попотеть, чтобы хоть в кого-то превратиться. Ребят, я уверен, что многие не видели другие части сравнения. Так что не огорчайте меня и заходите на канал. Там есть все видео о Доте и о Лиде. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Для меня это очень важно. Спасибо, что посмотрели данное видео. С вами был Тоби Шой. До скорых встреч. До новых встреч.